Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас снова приветствовать на нашем уроке русского языка. Готовы заниматься? Отлично! Сегодня мы с вами закрепим правописание имен прилагательных мужского и среднего рода в родительном, дательном, творительном и предложенных падежах. Готовы? Отлично! Давайте проверим, как вы справились со своим домашним заданием. Дома самостоятельно вы должны были выполнить упражнение 293. Нужно было упражнение сначала внимательно прочитать, потом списать, вставляя окончание имен прилагательных и определить падеж. Падеж. Справились? Давайте проверять. Вдали блеснул яркий огонек. Ребята, для того, чтобы определить падеж имени прилагательного, вы знаете, что помощником ему служит имя существительное, которое к нему относится. Прилагательное яркий относится к имени существительному огонек. Яркий огонек. Что? Огонек. Огонек какой? Яркий. И существительное, и прилагательное стоит в форме именительного падежа. Следующее предложение. В окно стучал мелкий дождь. Мелкий дождь. Что? Дождь. Дождь какой? Мелкий. И существительное, и прилагательное стоит в форме именительного падежа. Круглое, тусклое солнце краснеет. Круглое, тусклое солнце не греет. Солнце какое? Круглое, тусклое. Солнце какое? Круглое, тусклое. И существительное, и прилагательное стоят в форме именительного падежа. Легкий ветерок шевелит листья деревьев. Что? Ветерок. Ветерок какой? Легкий, и существительное, и прилагательное стоят в форме именительного падежа, то есть в начальной форме. Давайте проверим, как вы справились с дополнительными заданиями. У нас был морфологический разбор слову «в окно», а также синтаксический разбор предложения. Давайте проверим морфологический разбор. Задаем вопрос. Куда? В окно. Образовано от слова «окно». Значит, мы выполняем с вами морфологический разбор имени существительного. Начальная форма «окно», а теперь вспоминаем морфологические постоянные и непостоянные признаки имени существительного. Существительное может быть собственным или нарицательным, одушевленным или неодушевленным. Существительное имеет род и склонение, а непостоянные признаки – это падеж и число. Слово «окно» является нарицательным, неодушевленным, среднего рода, а значит, относится ко второму склонению. Стоит в предложении в форме винительного падежа единственного числа. А раз мы задаем вопрос в предложении «Куда?», значит, предложение является второстепенным членом, обстоятельством. Теперь проверяем синтаксический разбор предложения. Легкий ветерок шевелит листья деревьев. Начинаем с нахождения главных членов предложения. Что? Ветерок. Ветерок что делает? Шевелит. Ветерок какой? Легкий. Шевелит что? Листья деревьев. Листья деревьев – эти слова являются второстепенными членами предложения, дополнением. Ну что, справились? Отлично! Тогда переходим к теме нашего урока. Но для этого давайте с вами повторим правила. Отвечаем на вопросы. Как изменяются имена существительные? Молодцы, ребята! Имена существительные изменяются по падежам и по числам. А что такое имя прилагательное? Правильно! Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «Какой?», «Какая?», «Какие?», «Какое?». С какой частью речи связано имя прилагательное? Молодцы, ребята! Имя прилагательное связано с именем существительным. Они согласуются в роде, числе и падеже. Как изменяются имена прилагательные? Имена прилагательные изменяются по родам, числам и по падежам. Молодцы! Следующий вопрос. На какой вопрос отвечают имена прилагательные во множественном числе? Молодцы! Какие? На какой вопрос отвечают имена прилагательные мужского рода? Правильно! Вопрос «какой?». На какой вопрос отвечают имена прилагательные женского рода? Верно. Какая? На какой вопрос отвечают имена прилагательные среднего рода? Верно. Какое? В каком числе нельзя определить род имени прилагательного? Правильно, ребята, во множественном числе род у прилагательных не определяется. Перечислите падежи. Перечислим? Давайте вместе со мной. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложные падежи. Молодцы, ребята, вы все знаете. Тогда давайте работать. Раскрываем наши рабочие тетрадки. Запишите число и выполните минутку чистописания. Пропишите, пожалуйста, заглавные буквы В, З. Следующая строчка. Выполните соединение этих букв. И давайте запишем пословицу. Знание делает человека сильным. И еще одну. Знай больше, а говори меньше. Отлично, ребята. Ну а теперь давайте вспомним, что имена прилагательные изменяются по числам. У имен прилагательных можно определить единственное число и множественное число. В единственном числе имена прилагательные изменяются по родам. Мужской род, женский род, средний род. Имена прилагательные мужского рода отвечают на вопрос «какой?» и имеют окончание «ой», «ы» или «ий». Имена прилагательные женского рода отвечают на вопрос «какая?» и имеют окончание «ая», «яя». А имена прилагательные среднего рода отвечают на вопрос «какое?» и имеют окончание «ое» и «ее». А вот имена прилагательные во множественном числе отвечают на вопрос «какие?» и имеют окончание «ые» и «ее». Вспомнили? Закрепили? Отлично! Идем дальше с вами. Давайте теперь поработаем, проверим наши знания. Нам нужно списать и изменить по вопросам имена прилагательные и выделить окончание. А это значит, мы должны данные словосочетания просклонять. Ведь что такое склонение? Это изменение слов по падежам. Давайте просклоняем словосочетание «слабый голос» с синее море. Но для начала давайте ответим на вопрос, к какому роду относятся данные прилагательные? Все верно. «Слабый голос» и имя прилагательное стоит в мужском роде. А синее море? Правильно, в среднем роде. Давайте работать. Какой слабый голос? Какое синее море? Нет какого слабого голоса? Нет какого синего моря? Дать какому слабому голосу? Дать какому синему морю? Вижу какой слабый голос? Вижу какое синее море. Гордиться каким? Слабым голосом. Гордиться каким? Синим морем. Думать о каком? О слабом голосе. Думать о каком? О синем море. Проверили свои знания? Запомним падежные окончания прилагательных мужского и среднего рода. Имена прилагательные в начальной форме в мужском роде имеют окончание «ы», а имя прилагательные среднего рода имеют окончание «ее». В родительном падеже имена прилагательные мужского рода имеют окончание «огу», а имена прилагательные среднего рода имеют окончание «его». В дательном падеже имена прилагательные мужского рода имеют окончание «ому», а имена прилагательные среднего рода «ему». В винительном падеже имена прилагательные имеют окончание «ы», в среднем роде окончание «е». В творительном падеже имена прилагательные мужского рода имеют окончание «ым», а среднего рода окончание «ем». В предложном падеже имена прилагательные имеют окончание «ом», в среднем роде «ем». Запомнили? Молодцы! Давайте работать дальше. Итак, запоминаем, ребята. В родительном падеже имена прилагательные мужского рода и среднего рода имеют окончание ОГО и ЕГО. В дательном падеже имена прилагательные мужского и среднего рода имеют окончание ОМУ или ЕМУ. В творительном падеже имена прилагательные мужского рода и среднего рода имеют окончание ИМУ или ИМУ. И в предложном падеже имена прилагательные мужского и среднего рода имеют окончание ОМУ или ЕМУ. Запомнили? Отлично! Теперь поработаем по учебнику. Вместе выполним с вами упражнение 294. Для начала упражнение нужно внимательно прочитать. Списать, вставляя пропущенные буквы, и определить падеж имен прилагательных и выделить окончание. Золотым осенним днем мы в лесу грибы берем. Друг за дружкой вытянувшись ряд, в небе синим журавли летят. Синим светом зажглись в небе далекие звезды. Работаем! Золотым осенним днем мы в лесу грибы берем. Вставляем пропущенные буквы. Золотым – это безударные гласные в корне. Нам нужно подобрать родственное однокоренное слово, в котором безударное гласное будет ударной. Золотым – золото, позолото. Вставляем безударные гласные О. Осенним днем мы в лесу грибы берем. В лесу образовано от слова лес, вставляем безударную Е. Грибы от слова гриб, вставляем безударную гласную И. А теперь определяем падеж. Чем? Днем. Днем каким? Золотым. Днем каким? Осенним. Данное прилагательное стоит в форме творительного падежа. Выделяем окончание «ым» – им. Друг за дружкой, вытянувшись в ряд, в синем небе журавли летят. Вставляем пропущенные буквы. Друг. Подбираем проверочное слово на правило правописания звонкой, глухой согласной в корне слова. Друга. Вставляем пропущенную букву Г. За дружкой. Подбираем проверочное слово. Дружок. Вытянувшись. Вытянувшись от слова «тянет». В небе синим. Журавли. От слова «журавль». А в слове «летят» вставляем безударную гласную Е. Подбираем проверочное слово «полет». Все верно? Молодцы. А теперь определяем падежи. Друг за дружкой, вытянувшись в ряд, в небе синим. В небе каком? Синим. Прилагательное в форме предложенного падежа. Справились? Отлично. Следующее предложение. Разбираем. Синим светом зажглись в небе далекие звезды. Итак, подбираем проверочное слово к слову «далекий». Правильно. Даль. Вставляем безударную гласную А. А теперь определяем падеж. Чем? Светом. Светом каким? Синим. Прилагательное в форме творительного падежа. В небе зажглись далекие звезды. Звезды какие? Далекие. Данное имя прилагательное относится к слову «звезды» и существительное и прилагательное будет стоять в форме именительного падежа. А теперь выполняем дополнительные задания. Разбираем по составу слова «осенним». Давайте подберем несколько родственных однокоренных слов. Осенним. Осенью. Осеннее. В данном слове осенним мы выделяем окончание «им». Это окончание прилагательного в творительном падеже. А теперь определяем основу слова. Это часть слова без окончания. Выделяем корень. Конечно, это будет корень осен. Первая буква «н» – это окончание корня, а вторая буква «н» – это суффикс. Разобрали? Молодцы. Фонетический разбор слова «летят». Летят. Ударение падает на второй слог, поэтому первая гласная будет безударной. Слово «летят» имеет два слога. Летят. А теперь давайте разберем звуки. Буква «л» имеет звук «л» – мягкий, поэтому он согласный, звонкий, мягкий, непарный. Первая гласная безударная, поэтому слышится «и», летят, а «т», звук «т» у нас согласный, глухой, мягкий, парный. А вот под ударением «я» у нас звук «а», гласный, ударный. И последняя буква «т» имеет звук «т», глухой, согласный, твердый, парный. Давайте посчитаем буквы и звуки. Пять букв, пять звуков. Все верно? Молодцы, ребята. Давайте выполним дополнительное упражнение. Двести девяносто пять. Нам нужно вставить окончание прилагательных и определить падеж. Работаем. Над широким полем льется веселая песня «жаворонка». Над чем? Над полем. Над каким? Над широким. Данное прилагательное стоит в форме творительного падежа и имеет окончание «им». Веселая песня. Песня какая? Веселая. Данное прилагательное стоит в именительном падеже. А теперь выполняем разбор по цифре пять, то есть разбор по частям речи. Над – это предлог. Широким прилагательное. Полем – существительное. Льется глагол. Веселая – прилагательное. Песня – существительное. Жаворонка – существительное. Следующее предложение. Вкусно пахнет свежим хлебом. Пахнет чем хлебом, каким свежим. Существительное – хлеб мужского рода. Стоит здесь в форме творительного падежа. Запомните, ребята, у прилагательных в форме творительного падежа мужского рода окончание «им». Ребята думают о дальнем походе. О чем? О походе. О походе каком? Дальнем. Запомните, ребята, что у прилагательных мужского рода в предложном падеже окончание «ем». А теперь выполняем синтаксический разбор. Кто? Ребята. Что делают? Думают. Думают о чем? О походе. О походе каком? Дальнем. Имена прилагательных предложений являются определениями и подчеркиваются волнистой чертой. Запомните, ребята. Мама работает на часовом заводе. На заводе каком? Часовом. Запомните, ребята, что имена прилагательные мужского рода в предложном падеже имеют окончание «ом». А теперь выполняем дополнительные задания. Разбираем морфологический разбор имени существительного. Определяем начальную форму «песня». Имена существительные имеют постоянные признаки – нарицательность, неодушевленность. Существительная песня является существительным женского рода, относится к первому склонению. А вот в предложении оно стоит у нас в именительном падеже, в единственном числе. А значит, имена существительные в именительном падеже имеют роль в предложении главную и являются главным членом предложения, в данном случае подлежащим. А теперь разбираем по составу слово «хлебом». Выделяем окончание «ом», потому что существительное стоит у нас в форме творительного падежа. Основа слова – это часть слова без окончания. Слово «хлебом». Подберем несколько родственных однокоренных слов. Хлебом, хлеб, хлебушек. Родственная одинаковая часть у нас является часть слова «хлеб». Часовом – разбираем по такому же признаку. Определяем окончание «ом» – часть слова без окончания. Часовом – от слова «час», «часы», «часовик» – значит корень «час», а «ом» – это суффикс. Справились? Отлично, ребята! Для закрепления своих знаний обязательно выполняйте домашнее задание. Выполните дома самостоятельно упражнение «299» и повторите правила. Ну а наш урок сегодня подошел к концу. Спасибо вам, ребята, за внимание. До новых встреч! Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас снова приветствовать на нашем уроке математики. Готовы заниматься? Отлично! Давайте все вместе проговорим девиз нашего урока. Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Так говорил великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И ведь он прав, ребята! Ведь если мы будем с вами учиться считать, то мы с вами можем решить задачи и выражения любой сложности. Но для этого нам нужно всегда тренироваться. Тренируетесь дома? Отлично! Выполняете домашнее задание? Замечательно! Давайте проверять! Дома самостоятельно должны были выполнить на странице 129 номер 6. Выразить дробями. Проверяем. 2 третьи, 1 пятая, 4 шестых, 5 восьмых, 3 десятых, 9 двенадцатых. Все верно? Молодцы! А теперь проверяем задачу. Подобные задачи мы учились решать с вами на прошлом уроке. Давайте проверим. В теплице сорвали 185 роз. Это составляет четверть заказа. Сколько всего роз нужно срезать по заказу? Справились? Молодцы! Ребята, для того, чтобы узнать, сколько же всего нужно срезать роз, вы должны были 185 умножить на 4, потому что 185 составляет четверть заказа. Четверть – это одна четвертая часть. Для того, чтобы найти целое число, нам нужно число по условию задачи умножить на количество частей. У нас 4 части, значит, умножаем на 4. 185 умножили на 4 и получаем 740. Значит, 740 роз нам нужно срезать. Справились? Молодцы! Ну, а теперь давайте работать. Сегодня мы с вами будем изучать дроби со знаменателями 2, 4 и 8. Что такое числитель? Вы уже знаете? Отлично! Хорошо, тогда отвечаем на вопросы. Из чего состоит дробь? Дробь состоит из числителя и знаменателя. Что показывают числитель и знаменатель дроби? Правильно! Числитель показывает, сколько частей мы взяли, а знаменатель показывает нам, на сколько частей разделили целое. Все верно? Молодцы! Продолжаем работать. А значит, в нашей дроби число, которое записывается над чертой, является числителем, а число, которое записано под чертой – знаменателем. Знаменатель показывает нам, на сколько равных частей разделили целое. А числитель показывает, сколько частей взяли. Сегодня мы с вами будем учиться решать задачи на нахождение числа по его дроби. 12 листов составляют половину тетради. Сколько всего листов в тетради? Когда мы делим целое на половину, мы делим на пополам, то есть на две равные части. Если в каждой части по 12 листов, то сколько же всего листов содержит тетрадь? Для этого нам нужно число 12 умножить на количество частей. Половина – это есть две части, а значит, 12 умножим на 2, получим 24. Вывод. Чтобы найти число по его доле или по его части, нам нужно долю этого числа умножить на число долей. То есть 12 мы умножили на 2 и получили 24. Нам нужно долю этого числа. 12 – это есть показатель нам этой доли. 2 – это сколько частей у нас есть. Половина – значит, две части. Таким образом, 12 умножили на 2, получили 24. Следующая задача. Длина четвертой части отрезка составляет 4 см. Найдем длину всего отрезка. Начертим отрезок и покажем, что четвертая часть, а это значит четверть, значит, отрезок поделили на 4 равные части. Четвертая часть его равна 4 см. Значит, как мы найдем целое? Правильно, ребята, мы это 4 умножим на количество частей. Их у нас 4. Получаем 16 см. Делаем вывод. Чтобы найти число по его доле, надо долю этого числа умножить на количество долей. Запомнили? Отлично. А теперь решим следующую задачу. Это задача на нахождение доли от числа. Посмотрите, ребята. В книге 72 страницы. Ученик прочитал 3 восьмые части всей книги. Сколько же страниц прочитал ученик? Ученик прочитал 3 части из восьми. Значит, 8 это общее количество частей. Для того, чтобы найти нам эту долю и выразить ее в страницах, мы должны целое поделить на количество частей и умножить на те части, которые мы прочитали. Таким образом, мы с вами делаем вывод. Чтобы решить эту задачу, нам нужно узнать, какую часть составляет у нас эта восьмая часть и умножить на количество частей, которые мы прочитали. 72 разделили на 8, умножили на 3, получили 27. Решим еще одну задачу. Расстояние между двумя селами 24 километра. За первую неделю бригада заасфальтировала 5 восьмых этого расстояния. Сколько километров заасфальтировали? Ребята, раз мы говорим, что мы взяли 5 из 8, значит, мы сначала найдем восьмую часть. А для этого целое число поделим на 8 и результат умножим на 5, то есть на те части, которые мы взяли. 24 разделили на 8, мы получили 3. 3 умножаем на 5, получаем 15. Заасфальтировали 15 километров. А теперь давайте поработаем по учебнику. Начертите круг и разделите его на две равные части. Одну часть закрасьте. Таким образом, закрашенная часть составляет половину, эта дробь записывается в виде одной второй. Начертим круг и разделим этот круг на две равные части. Каждая из этих частей является половиной. Если мы закрасим с вами половину, значит, мы закрасим одну часть из двух. Запишем это дробью. Одна вторая. Одна вторая часть закрашена. Или же мы можем сказать, что закрашена половина круга. Следующее задание. На сколько равных частей разделен круг? Смотрим, ребята. Первый круг у нас разделен на две равные части. Запишем дробью. Одна вторая. Следующий круг у нас разделен на четыре равные части. Сколько частей закрасили? Одну из четырех. Значит, записываем одну четвертую. Следующий круг разделен на четыре равные части. И закрасили три. Один, два, три. Значит, закрасили три части из четырех. Закрасили три четвертых. Смотрим на следующий круг. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Круг разделили на восемь одинаковых частей и закрасили три. Три части из восьми запишем числом три восьмых. Справились? Отлично. Выполняем следующее задание. Начертите четыре отрезка по восемь сантиметров длиной и разделите каждый из них на четыре равные части. Закрасьте четыре четвертых части первого отрезка, три четвертые части второго отрезка, две четвертые части третьего отрезка и одну четвертую часть четвертого отрезка. Готовы? Отлично. Чертим отрезок и делим его на четыре равные части. Для того, чтобы отрезок разделить на 4 равные части, для этого мы должны узнать, что же составляет каждая его часть. Чему она равна? Для этого мы должны сначала 8 разделить на 4, получим 2. И аккуратно отметить каждую часть отрезка, которая будет равна 2 сантиметрам. Поделили отрезок теперь на 4 равные части. Теперь нам предлагают закрасить у этого отрезка 4 части. Начинаем закрашивать. Первую часть, вторую часть, третью часть и четвертую часть. Ребята, мы закрасили 4 части из 4. Дробью записывается это число так, 4 четвертых. 4 четвертых части это есть одно целое. Значит, мы закрасили, ребята, один отрезок. Следующий отрезок, ребята, мы также делим на 4 части. При этом мы должны рассуждать. Для того, чтобы разделить отрезок на 4 равные части, в голове мы делим 8 сантиметров на 4, получаем 2. Значит, каждый отрезок равен 2 сантиметрам. Разделили отрезок на 4 равные части. И у нас теперь просят закрасить 3 четвертых части. А это значит, мы будем закрашивать 3 части из 4. Закрашиваем. Отлично! Записываем. 3 четвертые части. Следующий отрезок. Делим его также на 4 одинаковые части. И нам предлагают закрасить 2 части. 2 четвертые части мы закрасили. Посмотрите, ребята, что мы получили. Правильно, ребята. 2 четвертые части это половина. Половину мы можем записать как 1 вторая. Половина отрезка это и есть 1 вторая часть. И, наконец, чертим 4 отрезок. Также делим его на 4 равные части. И закрашиваем 1 четвертую часть. Это 1 четвертая часть. То есть мы закрасили 1 часть из 4. 1 четвертая часть это и есть четверть. Запомнили? Молодцы! Отлично, ребята, вы сегодня поработали на уроке. Я думаю, теперь вы научились делить целое на части и записывать эти части дробным числом. Для того, чтобы закрепить полученный материал, обязательно выполните задание на странице 130 вашего учебника номер 6 и номер 7. Обязательно выучите правила и запомните, что же составляет половину, треть и четверть. Эти знания вам обязательно еще понадобятся. Ну а наш урок сегодня подошел к концу. Спасибо вам, ребята, за внимание. До новых встреч! Продолжение следует... Давайте вспомним цифры. Which questions? What, что, when, когда, where, где, why, почему, which, который, who, кто, whose, чей, how, как. For example, what's your telephone number? Какой твой номер телефона? Two, seven, one, four, six, five, nine. Два, семь, один, четыре, шесть, пять, девять. And the model verb can, который переводится как мочь. I can, я могу, he can, он может, she can, она может, we can, мы можем, you can, вы можете, and they can, они могут. С помощью глагола can мы можем сказать о том, что умеем делать. Например, I can jump, я умею прыгать. I can run, я умею бегать. I can read, я умею читать. I can draw, я умею рисовать. A negative form. Can not or can't. I can sing, я не умею петь. I can dance, я не умею танцевать. I can't run, я не умею бегать. Can you swim, ты умеешь плавать? No, I can't, нет. Can you dance, ты умеешь танцевать? No, I can't, нет. Can you run, ты умеешь бегать? No, I can't, нет. For example. Can I talk to Anne, please? Пожалуйста, можно поговорить с Anne? Sorry, you have the wrong number. Извините, вы не туда попали. Can I talk to Anne, please? Пожалуйста, можно поговорить с Anne? Excuse me, who's this? Простите, вы кто? I'm her friend from school. И я ее одноклассник. She is not at home now. Ее сейчас нет дома. When she's at home. Когда она будет дома? At 5.30, в половине, she's the present continuous tense. We use the present continuous to talk about actions happening now at the moment. For example, at the moment Alice is riding her bike. And affirmative, negative and interrogative form of present continuous. Affirmative. I am working. She is working. He is working. And it is working. You are working. We are working. They are working. And negative. I am not working. She is not working. She is not working. He is not working. It is not working. You are not working. We are not working. And they are not working. And interrogative. Am I working? Are you writing? Is he reading? Is she speaking? Is it raining? Are we singing? Are you eating? And are they playing? And delete i and add ing to the verbs. For example, come plus ing, it's coming, have having, write writing, write riding, leave leaving, drive driving, move moving. And remember, запомни. Watch, watching, eat, eating, read, reading, study, studying. Make, make, making, come, coming, drive, driving, ride, riding, run, running and jump. Present continues. What are they doing? What is he doing? He is painting. What is she doing? She is running. What is he doing? He is eating. И самостоятельная работа для вас. Смотрим внимательно на экран. Task 1. Listen and read. So, Василия, Даврон, Бабур, Лола and Адиба are from Samarkand. Василия, Даврон, Бабур, Лола and their teacher aren't touching now. But Адиба is at home in Samarkand. Василия and Адиба are talking on the phone. So, Василия. Hi, Адиба, where are you? Адиба, I am at home. I am sitting with Акбар, my brother. He is reading a book. Where are you? Василия, we are in independent square with Даврон, Лола, Бабур and the teacher. Даврон and Бабур are taking photos. Адиба, and Лола. Василия. She is eating an ice cream. She is looking at the trees and flowers. It's sunny in Tashkent. Адиба, what good weather. It's raining in Samarkand. Василия. The teacher's looking at me. She wants to go. Bye. Адиба, bye. And Task 2A. Work in two or four groups. Discuss and write your text. For example, Group A. You are Rashid. You and your friends Malika, Sanjar and Miroda are in Registran square in Samarkand. Write what you are doing now. Begin with we are in Registran square with etc. And group B. You are Faruk. You are at home in Tashkent. Write what you are doing at home now. Begin with I am at home etc. So, you have one minute. У вас есть одна минута. Great job. Молодцы. So, let's continue. Can I talk to Anne, please? Пожалуйста. Можно поговорить с Anne? You know that it's a phone conversation. Вы знаете прекрасно, что это диалог по телефону. So, can I talk to Anne, please? Пожалуйста. Можно поговорить с Anne? Excuse me. Who is this? Простите. Вы кто? I am her friend from school. И я ее одноклассник. She is not at home now. Ее сейчас нет дома. When is she at home? Когда она будет дома? At 5.30. В половине шестого. And your homework. Ваше домашнее задание. Повторите раздел 9 и подготовьтесь к уроку повторения. Our lesson is over. I wish you good luck. Goodbye.